всем привет дорогие друзья с вами снова музыкальный диван вообще раньше я делал очередной выпуск музыкального дивана когда у меня появлялось определенное количество пластинок иногда они как-то были связаны друг другом по смыслу но чаще всего связи никакой не было все было как-то случайно но начиная с этого лета я решил объединять пластинки по смыслу и мне нравится такой подход я думал что буду так делать временно и называл такие выпуски сериями сериала но сейчас я уже хочу продолжать том духе вот к чему я это все рассказываю дело в том что сегодня я планировал завершить мой сериал но нет сегодня я завершаю только сезон и завершая его феноменальным набором пластинок одной из любимейших моих групп встречайте группа war сезон и Субтитры сделал DimaTorzok Итак, группа называется «Война», но вся ее музыка, каждая песня, ее философия и само ее существование – все это пацифистские символы. Это война против войны, а музыка – ее мощнейшее оружие. В этом году исполнилось 50 лет с выхода первого альбома группы War. И в честь этого юбилея летом вышел вот такой потрясающий бокс, состоящий из пяти пластинок группы War, выпущенных на цветном виниле. И перед тем, как мы все подробно рассмотрим, я хочу немного рассказать про группу War и почему она так важна для меня лично. Как я уже сказал, первый альбом у них вышел в 1971 году, 50 лет назад. Но на самом деле, годом ранее, в 1970 году, группа War тоже выпустила целых два альбома в качестве аккомпанирующей группы знаменитого британского музыканта Эрика Бёрдена, которого все знают как вокалисты группы The Animals. Именно он поет такие хиты, как Don't Let Me Be Misunderstood и The House of the Rising Sun. Эрик Бёрден в конце 60-х искал новое современное звучание и нашел его в этой необычной американской группе, которая состояла из семи человек, шестеро из которых были чернокожие и один датчанин с афропрической. И вот они объединились и объявили войну расизму, войну нетерпимости, войну войне. А миру они объявили мир. А уже в 1971 году War остались без своего знаменитого фронтмена, но не растерялись, а продолжили свою борьбу, используя инструменты, которые, как они говорили, стреляют нотами вместо пути. Музыка War – это сплав из рока, соула, фанка, джаза, латино и еще много чего. Их звучание узнается сразу. Их влияние на всю последующую музыку огромное. Я узнал о существовании группы War, когда был студентом-фотерокурсником. На каникулах я подрабатывал, а заработанные деньги нес в магазин «Пурпурный легион», если кто еще помнит такой, чтобы купить себе там какой-нибудь компакт-диск. Денег обычно хватало ровно на один диск, и к выбору я подходил очень тщательно. Это должен был быть какой-то альбом, про который я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что вот это мне понравится, и ошибку допустить просто было невозможно. И вот, была у меня в жизни в тот момент какая-то черная полоса. Сейчас я уже даже не вспомню, почему именно мне было так плохо, но помню это ощущение полнейшей какой-то безнадеги. Что делать? Я сажусь в 70-х ролейбов, еду в «Пурпурный легион» и покупаю себе сборник абсолютно неизвестной мне группы, альбом черного цвета, на котором написано только три серебряные буквы. Во! Это была моя первая покупка музыки вслепую. И самая удачная. Я купил музыку, которая лечит музыку, наполненную солнцем. При этом в ней есть весь спектр, который мы видим в жизни. Она честная, она неприукрашенная. В ней есть и боль, и трудности. Но болью жизнеутверждающей музыки я не слышал. Песню «Cisco Kid» я решил спеть на вечере самодельности к пищевому. После чего ко мне подошли какие-то незнакомые ребята и позвали на прослушивание в их группу. Это было самое смешное прослушивание в моей жизни. На нем я спел другую мою любимую песню группу War, «The World is a Ghetto». Там припев поется примерно так. «Don't you know that it's true? That for me and for you, The world is a ghetto?» И чуваки такие говорят, «Да это же как Depeche Mode». Оказывается, у них любимая группа была Depeche Mode, и они везде ее слышали во всей другой музыке. Ну, короче, с ними у меня, слава богу, ничего не вышло. Но давайте вернемся, наконец-то, к сегодняшней моей коробочке. Выпущена она была ограниченным тиражом 5000 экземпляров специально для Records Store Day или просто RSD. Это такое ежегодное мероприятие, когда музыканты по всему миру выпускают свои эксклюзивные альбомы, которые выходят в один определенный день. И купить их можно, ну, только если пойти ножками в магазин, который торгует пластинками. В России, к сожалению, RSD не может проходить в таком формате, но есть несколько магазинов, которые имеют возможность привезти под заказ альбомы из каталога RSD. Вот и мне пришлось воспользоваться услугами наших посредников. Итак, теперь у меня есть пять моих любимых альбомов группы War. Упакованы все в такую вот красивую картонную коробку, которую можно рассматривать часами, потому что в этих картинках зашифрованы сюжеты песен War. Первый альбом 1971 года, который так и называется War, он единственный в раскладном конверте, есть полк, вот с таким разворотом. А пластинка бирюзового цвета. Я, честно говоря, такого цвета даже и не знаю, но мне рассказали, как он называется. Второй альбом, All Day Music, тоже 1971 года. Он упакован в серебристую обложку и винил тоже серебристый. Хотя этот цвет тоже для меня сложновато. А еще в комплект входит постер. Вот такой. Мой любимый, третий альбом, The World is a Ghetto, 1972 года, выпущен на голубом винии. Четвертый альбом, Deliver the World, 1973 года, на оранжевом виниле. Сейчас я покажу. Вот на таком оранжевом виниле. А конверт здесь с таким вот вырубленным окошечком, в котором как секретик такой вот виден человек на берегу океана. И, кстати, оказывается, что изначально было задумано, что вот этот человек на оранжевом фоне будет символизировать закат. А если перевернуть конверт, то вот этот же человек должен появляться в окошечке уже на синем фоне, чтобы получился рассвет. Но при печати конверта была допущена ошибка, поэтому на рассвете человек куда-то пропадал. И, наконец, самый, наверное, известный альбом пятый 75-го года. Он называется Why Can't We The Friends? Разумеется, на белом виниле. Вот в таком. И здесь тоже вложен постер. Вот в таком. А еще в комплект входят склады с интересными фактами про группу War. И вот так я узнал, например, что, оказывается, Джимми Хэмрикс за день до своей смерти играл свой последний концерт с группой War. Ну, вот и все на сегодня. Слушайте группу War. Всем мир. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok